готовлю я на двух человек будет две порции я уже сегодня поела это очень вкусно да и собственно говоря почему я не ем сейчас тому что я ем как я уже говорила ранее до 6 до 7 часов сейчас уже соответственно больше времени мужчина позже ужинают но это так себе собственно говоря что нам понадобится нам понадобится конечно же посуда в которой все будет готовиться это типа вот такой у меня горшочек с крышкой вот то есть вот такой примерно но есть специальные горшки также у меня в качестве 2 посуды будет выступать вот такая вот тарелочка тоже типа горшочек глиняный и я прикрою другой крышкой смысле не от этой посуды нету не крышка вот так тут тоже вариант тоже сойдет это не важно так значит нам понадобится две крупные картофелины лук нарезанный колечками понадобится сырая курица совсем немного кстати курицы надо чеснок чеснока много не нужно мне еще осталось от моей порции и в принципе этого хватит на две порции сильно много не на понадобится сметанка натертый сыр опять же вот я утерла и натру еще и собственно говоря мы можем приступать приготовлению этого вкусного блюда и не сложного совершенно а приготовление его немного времени занимает что не может не радовать вкусно и быстро это просто мечта наверное каждого человека которому приходится готовить и так значит что мы делаем с кубиками грубо говоря кубиками а вообще форму не так важно как вам больше нравится так пусть и будет но опять же поменьше чтобы побыстрее получше все приготовилось можно догадаться и это у нас для первого блюда смотри складываем так снятина какая теперь берем курицу ее тоже нужно немного грамм 150 200 приблизительно нарезаем на маленькие кусочки и и отправляем наши горшочки так теперь сюда же добавляем лук колечками можно полу колечками хочу сразу отметить это все мы сейчас будем мешать не думайте что здесь так все и останется конечно нет также надо будет посолить поперчить перед этим вот можно даже и порвать колечки это неважно так просто удобнее мешать будет теперь пластами пластинками нарезаем значок но можно кстати по ходу чеснока и так смотрю все таки сейчас я еще очищу этого мало также отправляем сюда разумеется дача на канат побольше еще один зубчик чеснока сюда ушел иметь ввиду то есть получается полтора зубчика и того да у нас выходит значит то необходимо делать теперь мы берем соломку солим как следует перемешиваем аккуратненько это все можно не перемешивать как я хотя вот я уже перемешала все замечательно вот тут вообще идеально перемешано можно просто накладывать слоями то есть положили слой картошечки слой курочки слой лучка опять слой картошечки вот тогда лучше ну я в общем то раньше не делала и сегодня первый раз делала поэтому пока еще набираюсь опыта в этом направлении думаю что в следующий раз уже буду слоями чего собственно и вам советую и так сейчас мы что сделаем добавим сюда бульон и бульон не должен доходить два-три сантиметра доверху ну чтобы не выкипал собственно говоря добавляю кипяченую водичку то есть можно бульон можно кипяченую водичку соответственно тоже ее посолить нужно таким вот образом еще раз можно перемешать с водой то еще проще будет делаться и еще немножечко солим теперь добавляем сметанки и натертый на крупные терки сыр как вы можете догадаться вот это я уже не прикроет той крышка который планировала вот этой потому что она вот такая да толстенькая просто блюдца накрою сверху теперь самое приятное так вот этот наш типа горшочек накроем такой таким блюдцом но этот его родной крышкой и отправляем микроволновку на 10-9 минут при максимальной мощности вот такая вот вкуснятина у нас получается это папина порция так давай вкусно да очень вкусно вкусно да приятного всем аппетита приятного аппетита его диме на вкуснятина доготовся но тут у нас уже все разворошено потому что димон уже попробовал да как следует и как тебе димашка вкусно очень это мой сладкий но тоже пожелать всем приятного аппетита приятного аппетита если есть будете ну да это просто вкуснятина мы вам очень рекомендуем рекомендуем